Аудиокниги Полина Ром Усадьба Леди Анны Анна Владимировна, список учебников готов? Да, Любочка, закивала головой невзрачная сухонькая женщина. Вот, детка, возьми. Она протянула секретарю директора, хорошенькой и ласковой, но чуть легкомысленной Любочке, стопку распечатанных бумаг. Как всегда, дверь за собой закрыть Любочка забыла. Анна Владимировна послушала затихающий в пустых коридорах цокот каблучков, вздохнула, оглядела скучные ряды книг и стала собираться домой. Сегодня особенно тянуло сердце. Пожалуй, стоит отложить домашнюю работу и полежать. Была она невысока ростом, совершенно невыразительной, даже какой-то тоскливой внешностью. Трудно было сказать, сколько ей лет сейчас. Могло быть и сорок, могло быть и шестьдесят. Узкое лицо с мелкими морщинками пряталось за очками с массивными линзами, отчего глаза казались совсем крошечными. Волосы серо-седые, без грамма краски, скручены в небрежную дульку. Болотного цвета юбка, бежевая унылая водолазка, а сверху, полностью завершая образ, тусклая тёплая кофта из породы тех, что очень любили наши бабушки. Анна часто мёрзла. Если бы сейчас кто-то из старых знакомых или сослуживцев увидел Анну Владимировну, он бы её просто не узнал. Много лет назад это была яркая и весёлая женщина со смолеными тугими кудрями, любимая мужем и законно гордящаяся умницей дочерью. Маринка-мандаринка, так звала малышку Анна, была похожа на красавицу-маму. Тягой к точным наукам пошла в отца и являлась гордостью второго А-класса. Сама Аннушка, как ласково называл её муж, была, что называется, закройщицей от Бога и работала в весьма престижном ателье, одевающем элиту эстрады. Так что количество всевозможных концертов, которые они с мужем посетили, не поддавалось исчислению. Благодарные клиенты частенько дарили мелкие сувениры, контрамарки и билеты. Муж Саши работал в IT-сфере, в которой сама Анна не понимала ровным счётом ничего, но зарплату приносил домой более чем достойную. Так что без особой натуги молодая семья понаехавших давно уже выплатила ипотеку за огромную двушку, чуть ли не в центре столицы, обзавелась ребёнком и собиралась жить долго и счастливо. Аннушка успевала всё — прекрасно готовить, заниматься с дочерью, придумывать различные новинки для клиентов на работе, одевать свою малышку как маленькую принцессу, бегать на всевозможные маникюры и уделять время мужу. Благо, что Саша и сам не был совсем уж безруким, а дважды в неделю приходила тётя Оля, крепкая пенсионерка, и наводила в доме идеальный порядок. Аннушка недавно отпраздновала 30-летие и с удовольствием, глядя на себя в зеркало, понимала — она счастлива. Счастлива здесь и сейчас. Улыбаясь, вспоминала подарок мужа на юбилей. Кроме дорогущего сапфирового гарнитура, он преподнёс ей ещё огромнейшую связку рвущихся в небо алых шариков в форме сердечек. Целых 30 штук. Как радостно верещала Маринка, нетерпеливо подпрыгивая за ними от переполнявшего её восторга. Шарики долго ещё летали под потолком квартиры, вызывая тепло в груди одним своим ярким видом. Несмотря на повседневную суету, она частенько вырывала час-другой, чтобы посидеть с книгой. Читать любила всегда. Любила стихи и исторические романы. Искромётный юмор Чехова и романтику Грина. Последнее время её завораживала французская классика Стендаль и Мопассан, Дюма и Бальзак. И обязательно многословный Эмиль Золя. Это были совершенно удивительные миры, наполненные приключениями и интригами, борьбой за власть или кусок хлеба. Насыщенные, плотные, реалистичные тексты, погружающие её в чужие жизни, в быт и сплетение страстей. Москвичами они с мужем были уже одиннадцатый год и совсем недавно поменяли машину на новенькую, прямо из салона Ауди, когда в один солнечный осенний день вся эта тёплая сказка была в дребезге разбита пьяным водителем. Очнулась Анна в больнице и долго не могла поверить в то, что объяснял ей врач. Её накачали успокоительными, но, кажется, сделали это зря. Верить она всё равно отказывалась. Похороны прошли без неё. На двух сломанных ногах ходить было невозможно, а окончательно погибла она, когда через два месяца первый раз попала в квартиру. В доме побывали чужие, и это было очень заметно. Не там стояли чисто вымытые чашки. Пустой мусорный пакет отличался цветом от тех, что покупала она сама. Плед не висел на кресле, а был аккуратно сложен в стопку, детские игрушки чинно расставлены по полкам. Анна бездумно прошлась по комнатам, машинально отметив, что те, кто устраивал похороны и поминки, кто-то с её работой или с работы Саши, обошлись с квартирой деликатно, даже поливали цветы. Но без Маринки и мужа всё это уютное гнёздышко стало бессмысленным и ненужным. Ходила она ещё плохо, сильно прихрамывая. Левая нога срасталась не слишком удачно. Тяжело опираясь на трость, добралась до кухни, открыла холодильник, тупо посмотрела на яркие праздничные этикетки детских йогуртов и творожков, которые так любила дочка, и достала едва початую бутылку водки, застрявшую там с лета, с того самого её тридцатилетия. Приятельницы с работы первое время пытались навещать её, она не открывала дверь. Однажды пришёл какой-то лысоватый, одышливый мужик с работы Саши, кажется, его бывший начальник. Он что-то такое бубнил, часто повторяя, ну нельзя же так. Оставил толстый конверт с деньгами. Анна не слышала. Все эти люди были где-то там, за стеклянной стеной, в своём тёплом и ласковом мире. А она здесь, в мире, где существует только боль, тоска и беспросветность. Незнакомые женщины из службы социальной защиты помогли ей оформить пенсию по инвалидности, а потом и они, и все остальные люди куда-то окончательно пропали. Анна пила, продала квартиру, лишь бы не видеть сочувственные лица соседей. Сама она уже осиротела к тому времени, а родители Саши, приехавшие из своего городка, только увезли с собой положенную им по закону часть стоимости квартиры, наследство после сына. Анне было всё равно. Она пила. Вывела её из этого состояния чернокудрая малышка, лет четырёх-пяти, которая брезгливо морщеносик на весь магазин спросила. «Мама, почему тётя так плохо пахнет? Она больная?» Девочка была пухленькая, хорошенькая, в ярком летнем сарафанчике. К нежной детской ручке, прямо на запястье, был привязан рвущийся к слепящим магазинным лампам яркий алый шарик в форме сердечка. Покрасневшая молодая мама сердито покосилась на Анну и, прихватив дочку за плечика, повела её к кассам. Анна вздрогнула и оглянулась. Она стояла в огромном сияющем зале магазина у роскошной колбасной витрины. В её корзинке побрякивали три бутылки водки и несколько банок каких-то невзрачных рыбных консервов. Нельзя сказать, что стена, отделяющая её от мира, разбилась. Но всё же это было похоже на то, как если бы промыли грязное окно в старом доме. Как-то не уверена, не слишком понимая, правильно ли это, она отнесла водку назад, поколебавшись, выложила консервы, а в корзинку сложила свежий батон, подложку куриной грудки и небольшую сетку картошки. Растеряно потопталась и добавила пару луковиц и пакет моркови. Она просто не помнила, что нужно покупать в продуктовых магазинах. Несколько дней она болела, периодически испытывая большое желание плюнуть на всё и сбегать в ночной ларёк, но почему-то так и не сбегала. Жила она в это время уже в однокомнатной хрущобе провинциального городка средней полосы. Как она здесь оказалась, кто помог ей купить эту квартиру, Анна не помнила совершенно. Потихоньку, не особо надрываясь, она вычистила своё жильё, отмыла дощатые полы, вынесла и выкинула накопившиеся бутылки и ещё огромную кучу какого-то невнятного тряпья. Похожи вещи прежних владельцев квартиры. Туда же на помойку отправились сломанный стул, колченогий столик и кухонный шкафчик с выдранной дверцей. На полноценный ремонт её запала не хватило, но мастера она вызвала. И стиральная машинка в ванной снова начала работать. С момента смерти семьи прошло уже 9 лет. На удивление, в квартире обнаружилась сберкнижка, на которой осталась ещё не такая уж и маленькая для провинции сумма. Соседи по дому были поражены, когда тихая, одинокая алкоголичка, к которой они относились достаточно хорошо, именно за то, что она никогда не собирала у себя компании и вообще не терпела гостей, начала здороваться с ними. Впрочем, они быстро привыкли к новым реалиям и вежливо кивали в ответ. Анна съездила в Москву и нашла заброшенные могилы. В душе у неё ничего не ёкнуло. Это были просто два прогнивших креста, но она всё же оплатила кладбищенской фирме все услуги и заключила договоры на смену памятников и уход на ближайшие 5 лет. Сумма за присмотр была не так и велика. Вернувшись домой, она ещё несколько недель по инерции бродила по пустой квартире, не слишком понимая, что она должна делать дальше. Рошечной пенсии ей почти хватало, только хорошо бы поменять старый продавленный диван, от него спина болит. И, может быть, стоит купить новые сапоги. Старые уже разваливаются. Возможно, эти благие начинания так бы и угасли, но, возвращаясь очередной раз из магазина с продуктами, она присела на скамейку у подъезда передохнуть. Она по-прежнему сильно хромала, а квартира находилась на третьем этаже. Именно там одна из соседок, пожилая представительная дама с лаковым начёсом на голове, и разговаривалась с ней. Дама оказалась завучем в местной школе. И через три недели Анна уже осваивалась на новом рабочем месте — в школьной библиотеке. Для работы пришлось купить телефон. Та самая дама с начёсом, Нинель Андреевна, отправилась с ней в магазин своего младшего сына, тихого очкастого ботаника, который, как выяснилось, обладал поистине ангельским терпением. Мальчишка долго и подробно объяснял растерянной Анне, как именно пользоваться этой штукой. «Вот тут, смотрите, Анна Владимировна, всякие игрушки есть. Если захотите, можно играть бесплатно. А вот тут...» Он снова потыкал в яркий экран. «Можно читать. Про приключения, про космос». Он окинул Анну Владимировну внимательным взглядом, вздохнул и проницательно добавил. «Ну и про любовь тоже можно. Вот, смотрите, этот значок нажмёте, и можно читать сколько угодно». Звали его обычным именем Виктор. Но ничего от победителя в нём не было. Зато были душевное тепло, доброта и внимание к людям. Не сказать, что соседка ему была сильно интересна, но иногда она помогала ему писать сочинения по литературе, а он навещал её раз в неделю, молча брал список продуктов и добросовестно выносил мусор. Ходила она не слишком хорошо. Именно она, Анна Владимировна, подсказывала Вите, что стоит почитать, чтобы лучше понимать сверстников, да и вообще людей. Иногда ему нравились книги, иногда он презрительно морщил нос и коротко говорил. Туфта! Анна Владимировна не убеждала и не спорила, просто называла следующую книгу. Зарплата у неё была крошечная, даже меньше пенсии. Но она купила с рук старенькую швейную машинку и постепенно соседи этого небогатого дома привыкли, что подшить длинное платье, подрубить новые шторы или укоротить джинсы гораздо проще и дешевле можно у Аннушки. Работа была скучная и однообразная. Дети шумными и далеко не всегда вежливыми, но что-то ещё поменять в своей жизни она так и не рискнула. Всё, чем она занималась раньше, больше не интересовало её. Ни концерты знаменитостей, ни новые веяния моды, ни дети. Даже цветы на подоконнике теперь казались ей ненужным излишеством. Постепенно, сама не заметив как, она пристрастилась к чтению любовных романов про всевозможных попаданок. Девицы участвовали в отборах невест, плели интриги, учились в магических академиях, влюблялись и отбивали женихов у местных нахалок. Это был пёстрый и немного однообразный мир, в который Анна погружалась в свободное время на работе. А времени такого было немало. Дома она готовила для себя только самое простое. Иногда часть вечера отнимала подработка, замена молний на куртке или что-то вроде. Читать в своём жилище про попаданок она не могла, слишком уж не вязался серый её быт с плакатной яркостью этих книг. Зато пристрастилась к чтению стихов на бесчисленных сайтах, копаясь среди словесного мусора и искренне радуясь, когда получалось найти там жемчужину. Пусть и не часто, но это удавалось. Ритмы и рифмы привлекали её, даря пусть и временно покой душе. Или наоборот, пробуждая странное, какое-то тлеющее беспокойство. Умение уместить в пару десятков строк бурю эмоций и картин, философские мысли и кусочки жизни завораживали. Так тянулись годы. Невысказанные собственные слова и чувства бурлили. И однажды настал тот день, когда, закончив домашние дела, Анна села на кухне, подвинула поближе к себе специально купленную тетрадь и вывела слова, что давно жгли душу. Все ненавистней было утерпеть смирение, послушание прививок, но быть собой урезанным на треть, неправдой жить, и затрещал загривок. Ударом счета не было, спина сплошной рубец и крыл не уберег, но так была уверенность дана, на непокорных отдыхает бог. Я потрясал обрубками оплечь, и как безумец жутко хохотал, пускай мне крыльев не пришлось сберечь, зато я на колени не упал. Стихотворение Леонида Чернышева Анна плакала над черными неровными строчками. Это было прекрасно. Это было ярко и правильно. Это была ложь чистой воды, и сейчас она отчетливо ощущала в себе ту самую ложь. Она хотела бы, очень хотела, чтобы в ее жизни все случилось именно так, чтобы эти строки были про нее, про ее, Анны, падение и борьбу, чтобы это она не упала на колени. Если бы можно было вернуть все назад, но нет. Она сдалась. Она не жила, а существовала, растворившись в своей боли, пропустив все возможности, что дарил ей мир. Двенадцать лет сидения в пыльной школьной библиотеке, двенадцать лет слитых в никуда. Кому стало хоть на каплю легче от этого? Зато там, в стихах, она смогла выплюснуть сомнение и боязнь, стать лучше, умнее, смелее. Сейчас, в этот миг, в ее душе возникла найденная через муки некая точка равновесия. Разговор, который не мог услышать никто из людей. Разговор, который велся не словами, а смыслами. Разговор, о котором можно только догадаться. Ты видишь? Видишь? Если не сейчас, то она снова потухнет. Ты прав. Ей пора в путь. Похоронами занималась Нинель Андреевна. Все прошло очень скромно, покойная ни с кем особо не общалась, так и оставшись для людей тихой, непонятной соседкой. Только вот тетрадь с кухонного стола, в которой нашли такое яркое стихотворение, слегка нарушала образ. Тетрадь Нинель Андреевна отдала младшему сыну, который неожиданно для всех оказался наследником Анны Владимировны. Все невеликие свои богатства она завещала именно ему. Только он, будучи убежденным атеистом, раз в год ходил в храм и ставил свечку в память о ней. Именно ее странное стихотворение заставило его в свое время переругаться с матерью и пойти учиться не на юриста, а туда, куда он хотел. Многими годами позже, уже будучи на вершине своей карьеры, он однажды произнес на собственном юбилее странный тост. «Я хочу выпить за человека, который научил меня быть собой». «Земля вам пухом, Анна Владимировна». Субтитры создавал DimaTorzok»